И еще на тему нарушений и наказаний. 7 миллионов рублей. Такова сумма штрафов, выписанных тюменским водителем с начала года. Выявить этот объем нарушений было бы невозможно без использования спецтехники. Именно она порой становится причиной недовольства водителей. К чему привел очередной инцидент, связанный с комплексом Крис-П. Об этом в следующем сюжете. Машину, в багажнике которой стоял прибор Крис-П, атаковали автолюбители. Или просто блокировали выезд и потребовали от водителя объяснений, законно ли это. Конфликт произошел в четверг на улице 50 лет в ЛКСМ. Я понимаю, это сотрудники ГИБДД стоят где-то, да, допустим. Они, понятно, они как бы исполняют 100. А это-то кто такие вообще? Кто они такие? Такие конфликты уже были. Каждый раз заканчиваются они одинаково. Все отправляются в отдел полиции и пишут объяснение. Действия граждан могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, наказание за которое предусматривают до 15 суток административного реакции, так и оскорбление. Выражаясь в явном неуважении к функциональному обязанности сотрудника управления автомобильных дорог. Кроме того, действия граждан в случае причинения вреда здоровью могут быть квалифицированы по уголовному законодательству. Человек с Крисом в багажнике сотрудник управления автодорог. Там создали специальное подразделение, которое сотрудничает с ГИБДД. Основание для этого региональное законодательство. Однако у водителей свои аргументы. Подходишь к человеку и спрашиваешь, на каком основании стоишь? У тебя есть ли путевой лист? Или что у тебя по закону есть, чтобы ты предоставил? На каком основании ты камеру поставил? Мне ничего нет, обращайтесь к ГИБДД. Направление указано верно. В ГИБДД действительно могут объяснить все о работе таких машин. На самом деле она законна. Она построена в соответствии с решением координационного совещания правительства Тюменской области. Эти сотрудники, скажем так, они работают не там, где им захочется. Они работают в тех местах, куда мы им указываем. Указываем мы им эти места, исходя из мест концентрации аварийности. Приборы Крис-Пе показали реальную картину нарушений на тюменских дорогах. С начала года они зафиксировали 57 тысяч нарушений, то есть примерно тысячу за сутки. Для сравнения, один инспектор ДПС регистрирует не более десятка. Кроме Крисов, за водителями наблюдают стационарные камеры видеофиксации. Сейчас их 8, а скоро будет 50. Напрягает тех людей, которые привыкли сами для себя определять скорость. Соответственно, от них мы будем слышать кучу возмущения. Но честного автомобилиста око большого брата не пугает. Анна Княжева, Максим Плюхин, Андрей Захаров, СИБИНФОРМБюро.